Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. А на прямой связи из Нью-Йорка у нас сегодня лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский. Максим, здравствуйте. Анна, Вадим, Родион и все уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Максим, ну вот пару лет назад в интервью вы сказали, я ищу дом последние 15-20 лет. Вот как у вас сейчас обстоят дела с поиском дома? В широком смысле, конечно, я имею в виду. Вы его нашли? Какой хороший вопрос и как сложно на него ответить. Вы знаете, это так сложно, потому что мы настолько привязаны к нашей даче, которая находится в Московской области. Мы настолько привязаны к нашему дому, который находится в Москве. И последний, уже не первый год мы настолько привязаны к тому месту, где мы столько всего хорошего сделаем и надеемся сделать в Нью-Йорке, что, в общем, мы говорим одно, а делаем другое. Ну а в какой момент вы поняли, что вам нужно искать дом? Вы знаете, я всю жизнь это понимал, потому что надо понимать нас. Моя жена Таня даже стала, наверное, со временем такой, как я, потому что нас куда-то постоянно тянет. Мы сейчас осели в каком-то смысле в Нью-Йорке, хотя я практически на чемоданах, я через несколько часов полетаю в Москву, и там я сажусь на... осяду на неделю, потом вернусь в Нью-Йорк на 4 дня, потом опять на неделю в Москву, вот так. Но мы при этом в стране совершенно обалдевшие, не понимающие, где я нахожусь, в какую сторону в самолете я лечу. Мы думаем о том, как бы на старости лет осесть в Италии, потому что там очень хорошо. Но не в туристической Италии, а где-нибудь на море. Не совсем на море, точнее. То есть, видимо, у нас на роду написано постоянно что-то искать. Ну вот город, который вы не любите, если вообще-то сделать вывод из ваших интервью, это Лос-Анджелес. На вас он произвел такое крайне негативное впечатление, этот город. Очень угручающее впечатление. Кстати говоря, скоро там мы даем концерт, ногу свело. Вот, надеюсь, впечатление улучшится. Мы ни разу не давали концертов. Но на настоящий момент весьма-весьма такое смешанное, мягко скажем, впечатление. Ну вот группа ногу свело, выстрелила в 90-е. И в интервью вы говорили, что конец 80-х – это время ваших величайших амбиций. Вот расскажите, каким было то время? Вы знаете, оно… Вы абсолютно правильно цитируете мое интервью, но тут нужно просто дополнить, что у меня временем величайших амбиций является любое время. И нынешний день, например, тоже. Я проснулся. Я надеюсь, эти амбиции здоровые. В общем, все в порядке с мозгами. Тем не менее, они величайшие. Я тогда имел в виду то, что амбиции были очень сильно связаны со страной России. Они и сейчас связаны. Кстати говоря, в последнее время, последние буквально полгода-год, они стали такими же сильными, как и тогда. Да, конец 80-х, начало 90-х. Но суть вашей цитаты состоит в воспоминаниях, видимо, и о том, что в какой-то период времени то, что происходит в музыкальном мире России, для меня стало большим разочарованием. Ну вот в этом году группа «Ногу свело» отмечает свой юбилей и гастролирует под девизом «30 лет на зло шоу-бизнесу». Вы сказали в интервью, меня все это время ужасно бесит шоу-бизнес, поэтому я существую ему на зло. Вот чем вас так раздражает шоу-бизнес сегодня? Вы знаете, опять же, я никогда не отказываюсь от цитат, которые принадлежат мне, но я все время пытаюсь их поместить, то есть дать им более широкое помещение, то есть вернуть тот контекст, в котором звучали эти слова. Знаете, бесил меня шоу-бизнес изначально тем, что мы, во-первых, и всегда, мы слишком неправильны для шоу-бизнеса. Мы никогда не сумели и не сумеем написать и записать следующую, вторую, как угодно сказать, «Хару Мамбуру». Мы никогда не знали формулу хита. Мы могли годы существовать, производя какие-то очень странные песни, и про нас начинали говорить, что мы исписались, а потом мы выстреливались таким, что дай бог каждому. Это одна сторона моего недовольства шоу-бизнеса. Вторая сторона – это то, что я был всегда весьма своеобразным менеджером, которым, в общем-то, и не был, я же музыкант, поэтому дела в самом примитивном смысле слова в группе велись неправильно. Они начали вестись правильно, не удивляйтесь, только полгода назад, когда мы все управление взяли на себя, и когда мы контролируем каждое действие и управляем любым телодвижением, ногу свело. Ну и третья причина, наверное, состоит в том, что изначально, конечно, он был очень корявый и уродливый в России шоу-бизнес. Сейчас он пришел вполне в меняемую форму. Естественно, музыкальный продукт хотелось, чтобы оставался более, ну, что ли, его больше хотелось слушать. Но даже в этом смысле сейчас весьма все активно выправляется. Ну вот все-таки вот этот момент, что вроде как дела привели в порядок, он не вредит дворческому какому-то началу, потому что мы можем говорить о 90-х, о начале 2000-х и вспомнить ряд музыкальных проектов, которые до сих пор актуальны и сформировали, может быть так, если немножко пафосно выразиться, целые поколения. Сегодня многие критики говорят, что этого нет. Есть очень похожие друг на друга музыканты, работающие по одному некому стандарту для того, чтобы там попасть в ротацию. Вот как вы считаете, вот этот порядок, может быть, как раз и не на пользу идет? Смотрите, вы задаете настолько хорошие и глубокие вопросы. Это уже сейчас на данный момент одно из лучших моих интервью. Я имею в виду, может быть, не с точки зрения того, что я отвечаю, а, по крайней мере, с точки зрения того, что вы спрашиваете. Поэтому извините за некоторое занудство. Будем эту в хорошем смысле кашу, которую вы заварили, разгребать. Когда я говорю про порядок, я говорю про порядок в делах ногу свело. Я говорю о том, что все должно быть на своих местах, и область управления ансамблем, вот, ну, как бы это направление, должны быть в конце концов уже приведены в порядок. Плавно перехожу к тому, что вы сказали во вторую очередь. Это о похожих группах. Все-таки перейду от управления. Теперь уже не коллективом ногу свело, а вообще коллективом. Да, и более того, да, я отвечаю на вашу реплику и на вашу цитату уже там чьего-то мнения. Сейчас это вообще, на мой взгляд, этой войной не было, я имею в виду, ни соперничество, ни конкуренция творческих коллективов, если мы говорим о творчестве как о создании музыки. Это конкуренция менеджментов. Сейчас коллектив сам по себе не может существовать, и можно написать какую угодно песню, она не пойдет. Раньше, в конце концов, все зависело от рекорд-лейбла. Это было ужасно, потому что ты зависел от других, но артист зависел. Мы ногу свело все-таки немножко другое, были, опять же, назло тому же шоу-бизнесу. Тем не менее, сейчас все зависит от тебя, от коллектива, от того, как ты подаешь себя, ну, понятно где, онлайн, социал-медиа, бла-бла-бла и так далее. Вот, и возвращаясь к окончанию вашего утверждения, да, я согласен, сейчас очень много похожих коллективов. И именно поэтому я уже дважды сказал, что меня вот только-только в последнее время стало совсем чуть-чуть радовать то, что происходит в России, в частности, в Москве, с музыкой, даже не столько с точки зрения музыкальной, как с точки зрения, ну, того, что появляются какие-то запоминающиеся песни и, может быть, даже образы, но чуть-чуть меняется звучание. Такое вот традиционно уныло рок-звучание даже перестало быть присущим, в общем-то, для рок-станции «Наша Радио», которое меня стало радовать чем-то свежим пока с точки зрения звучания. Те песни, которые разорвали в хорошем смысле мир, пока я вам не перечислю. Ну, вот группа «Ногу свело» попала в московскую рок-лабораторию и стала знаменитой, сделав ставку, как вы сами не раз говорили, на эпатаж. Вот, на ваш взгляд, сейчас эпатаж носит уже другое значение? Вот, к примеру, Ольгу Бузову, например, называют очень эпатажной певицей, когда она появляется там из ракушек, на лошади и так далее. Как вы относитесь к подобному эпатажу? У нас сегодня день в хорошем смысле развенчивания цитат. Может быть, опять же, я и говорил, что мы сделали ставку на эпатаж. Я не отказываюсь от этих слов, но говорил я и подтверждаю. Это не отрицаю, повторяю. Подтверждаю сейчас, исходя из того, что про нас так говорили. В конце концов, мы про себя это поняли. И я ни в коем случае еще раз скажу с этим, не спорю. Просто мы жили своей жизнью. И если то, что мы жили, и то, как мы жили, и по-другому жить мы не могли, если это являлось эпатажем, ну, значит, да. Но мы никогда не садились, не брали в руки блокнот и ручку, не рисовали схему и план действий, и не писали. Пункт А. Восклицательный знак. Эпатаж. Делаем ставку на эпатаж. Все это делалось unconsciously. Это все делалось очень натурально. Вот. Что касается Бузовой, то извините, я не буду отвечать напрямую на ваш вопрос. Просто там у нее было... Вчера были у друзей здесь наших хороших. Текила зацепила у нее есть. У нас мы стартуем с новой песней буквально на следующей неделе. Она неожиданно родилась. Мы ногу свело. Она называется «Лето в гетто». Припев там такой. Вот она, лето в нашем гетто, сигарета, аморетто. Вот. И друзья вчера, услышав эту песню, сказали, вау, чуваки, это хит, супер. Я завел им даже не окончательный микс. Вот. А друзья говорят, а вот у Бузовой есть текила зацепила. Вот. Я бы, по идее, должен был обидеться, а я не обиделся. Все нормально. Ну вот сейчас много говорят о том, что рок-музыка потеряла какую-то смысловую нагрузку. Если опять же вернуться в 90-е, 80-е, даже начало 2000-х, то, в общем-то, текст, смысловая какая-то задача тоже была у рок-музыки очень явно выражена. И многие как раз за это ценили. То, что называют русским роком, хотя это, конечно, такое весьма условное понятие. Вот сегодня это не нужно, говорят. Вот как вы считаете, смысл в песнях, он остается актуальным сегодня? Мне кажется, это зависит от того конкретного произведения, либо артиста. Понимаете? Изначально рок-музыка, как и любая музыка, в тот момент, когда она стала новой, это прежде всего, конечно, выплеск эмоций, в частности, сексуальных эмоций. И когда мы говорим о рок-музыке, пусть даже там в далеком от нас, но зато исконном и оригинальном варианте, то это прежде всего, наверное, что-то там common baby. То есть это самец приглашает самку на случку. А потом это стало более широким, потому что рок-музыка, сделавшись большим инструментом воздействия, энергетического воздействия на душу человеческую, естественно, стала нести какие-то более широкие функции. Я не очень большой специалист во всем этом. Но мне кажется, что инстинктивная, энергетическая составляющая всегда прежде всего. Ну, в данном случае, наверное, в России, ну, поигрались в это тоже как... Понимаете, как? В России рок-музыка всегда была очень малосексуальной. Она... Там артисты выходили именно за счет социальной истории. Вот. А вот так вот, чтобы вышел такой, знаете, конь с яйцами и сыграл такое гитарное соло, и так сыграл, и так спел, и так игранул своими бицепсами, чтобы просто девчонки завизжали, вот этого я в России не очень могу просто вспомнить. Поэтому таким немножко посткомсомольским способом выезжали. То есть, я имею в виду посткомсомольским... Именно даже комсомольским способом. Чтобы меня правильно поняли, думаю, будет логичнее сказать антикомсомольским, но тем не менее общественным, таким социальным. Вот. Поэтому, ну, теперь социальным инструментом является там хип-хап музыка. Вот. Через какое-то время ее кто-то сменит. Вот. А все-таки музыка это секс. А ассоциация, которая возникает у конкретного слушателя с конкретным музыкальным произведением, насколько это важный момент? Потому что я вспомню просто радиослушатель, который звонил нам в эфир, мы говорили тогда о проблеме ВИЧ, и он сказал, вот, когда я узнал об этом диагнозе, я сразу вспомнил песню Земфиры, а у тебя спит, и значит, мы умрем. То есть, для него это был уже некий такой... То есть, он сразу ассоциировал себя с конкретным музыкальным произведением, и если говорить о «Ногу свело», я вспоминаю себя, когда мы учились в одном из городов, и, в общем, там была девчонка из Алматы, и как раз вот песня из Алматы, вот именно с этой песни для меня началась группа «Ногу свело», хотя у вас были более знаменитые как раз произведения. Вот этот вот ассоциативный ряд, вы когда-то задумывались над тем, как вот песня может влиять на человека? Я никогда об этом не задумывался до того, как вы задали вопрос, вы начали его задавать секунд 40 назад, но это прекрасный вопрос, и, наверное, я отвечу положительно «да». Я считаю, что ассоциативный ряд, если он возникает, то это, конечно, очень хорошо, потому что, когда человек, в данном случае я слушатель, relate себя, ассоциирует себя с какой-то конкретной песней, но это остается в нем надолго, и это, наверное, пробуждает какие-то более глубокие чувства и задевает какие-то более потаенные струны. Ну вот, ваша песня «Идем на восток» звучала в фильме «Турецкий гамбит», фильм по роману Бориса Акунина о русско-турецкой войне. Сейчас эту песню стали привязывать к событиям, происходящим в Сирии. Как вы к этому относитесь? Мне становится, мне не становится страшно очень, только по той простой причине, что в жизни в моей постоянно что-то происходит, и я привык, что называется, к игре по-крупному. В данном случае я понимаю не только введение каких-то дел, переговоров, не знаю что, но просто, что в жизни ты задеваешь какие-то материи очень важные всегда, очень серьезные. Вот, поэтому, поскольку это происходит там не, пусть не каждый день, но в жизни достаточно часто ты соприкасаешься с этими материями, то в данном случае я просто не валяюсь, что называется, в обмороке от того, что ассоциирует «Идем на восток» с событиями в Сирии. Вот, но я скажу вам честно, я был бы рад и благодарен судьбе, если бы эти ассоциации прекратились. Ну вот, альбом «Хором Амбуру» принес народное признание группе «Ногу свело», и песня одноименная была долгое время суперхитом, да и сейчас считается одной из самых известных песен группы. Вот о чем поется в этой песне и на каком языке? Неудобно самого себя хвалить, но я бы так сказал, может быть, не в режиме рок-жанра, а в режиме такого какого-то странного, эклектического. карнавала выплеснулись просто какие-то чувства и эмоции, и мы доказали этой песней, ну естественно не специально, а просто на злошевую бизнесу показали, что есть какая-то примативная от слова примат, инстинктивная составляющая у музыки, в частности у рок-музыки, если это можно считать рок-музыкой, а не обязательно социальная. Вот и весь смысл. 672-12 93-9 и 672-13 93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы нашему гостю, у нас на прямой связи из Нью-Йорка, лидер группы Ногу Свело Максим Покровский, так что присоединяйтесь к нашему разговору и пишите в фейсбуке, можете делать это на моей страничке Вадим Родионов, латинцы Родионов через А, там уже поступают вопросы, мы во второй части нашей программы будем их Максиму тоже задавать. Но все-таки на каком языке поется в этой песне, Максим? Не, не на каком, ее пытались переводить, транслировать на английский, распознавать там какие-то слова, вот, это не получилось. Сейчас небольшая пауза, прервемся буквально на несколько минут, а потом вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Добрый день, в эфире программа Абонент доступен и сегодня с нами на удаленной связи по скайпу из Нью-Йорка музыкант, лидер группы Ногу Свело Максим Покровский. Максим, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем наш разговор, у нас есть звонок радиослушателя, добрый день, как вас зовут, мы вас слушаем. Добрый день, Лариса. Слушаем вас. Я хотела сказать, что я человек, воспитанный на костюм на галстучной эстраде, женщины в длинных платьях, но группу Максима я смотрела всегда с большим удовольствием все его клипы. Мне у него нравилось, что у него естественное поведение и вот выражение лиц у его группы было нормальное, без всяких гримас. А я спросить хотела вот о чем. Он, наверное, не будет до самой старости на эстраде, вот когда он уйдет с эстрады. Чем, Максим, вы будете заниматься? Спасибо. Спасибо вам, Лариса. Да, Максим. Здравствуйте, спасибо вам большое, во-первых, за ваш прекрасный комплимент, мне очень приятно, во-вторых, за ваш прекрасный вопрос. Если честно, я бы хотел находиться на поле боя в хорошем смысле, в мирном, разумеется, смысле этого слова, до самой старости, потому что мне, ну, скажем, даже если взять какой-то совсем очевидный пример группу Rolling Stones, то мне кажется, что, в общем, можно, можно шпарить до самого конца. Ну, а если подстелить себе какую-то соломку, то, наверное, это осилить какой-то продакшн, я имею в виду производство чего-то, что близкое музыке, для чего нужна музыка. Мы сейчас очень активно думаем о своем YouTube-шоу, мы разрабатываем шоу, где иностранцы поют русские песни, это одна из наших проб. Этому YouTube-шоу мы дали название, пока рабочее название «Русский алфавит» по одной из наших песен. Ну, помимо, то есть, если бы отвечать на ваш вопрос прямо по, как бы, по старинке, то сказать, иметь свою программу, свою телепередачу, вот, но в данном случае, поскольку у нас YouTube является уже более актуальной единицей, чем телевидение, я бы, пожалуй, сказал о своем YouTube-шоу. Вот вы сейчас сказали, что хотели бы находиться на поле боя в мирном смысле этого слова. Вместе с группой вы выступали в Крыму, и за это вас внесли в украинскую базу данных сайта «Миротворец». Вот эксперты считают, что то, что вы попали, ну, и то, что и другие, собственно говоря, артисты, когда попадают в базу этого сайта, это представляет угрозу для их жизни, чьи фамилии там числятся. Да и вообще многие артисты боятся сейчас ехать в Крым, потому что им могут потом просто запретить въезд на Украину. Вот вас это не пугает? Вы знаете, меня в этом смысле пугает абсолютно все. Я постараюсь вам по пунктам ответить. Во-первых, меня пугает то, что вообще все это происходит. И вообще меня пугает то, что люди, существующие за наш счет, я имею в виду политиков, довели до такого. Во-вторых, меня пугает это в моем личном смысле, потому что я наполовину, я по маме украинец, у меня родня, вся родня по маме в Днепропетровске. И вы понимаете мои чувства к этой стране. В-третьих, меня пугает то, что натворив такое, то, что Россия натворила, мы все приказ понимаем. Но при этом то, что это распространяется на нас, на людей, на обычных, при этом на музыкантов, в частности, и на тех, кто живет в Крыму, которым, ну что теперь, музыку послушать нельзя. Является ли это оправданием для того, чтобы совершать несанкционированный с точки зрения Украины въезд на ее территорию? Наверное, нет. Если мне сейчас задавать детский вопрос, знал ли я, что вообще этого нельзя делать, я, наверное, отвечу, нет, я этого не знал. Но тогда мне в ответ скажут, Покровский, ты вообще что, с ума сошел? Ты в каком мире живешь? Ты что, ребенок? Вот. Я бы ответил, да, значит, был ребенком. Знал бы, что Украина запрещает вот так официально, ну, не въезжал бы. Вот. Но при этом, а что, люди виноваты, которые там, в Крыму? Нет, не виноваты, они хотят музыку. Вот. Это все для меня очень, это все дисгастинг. Это все, до чего мы дошли, мы, это большая часть человечества, русские и украинцы. Вот. Это, конечно, большой позор. И мне, мне не страшно слушать ваш вопрос, потому что там, кто попал в этот сайт, кто не попал, ну, как он называется, кстати? Миротворец. Миротворец. Паза данных. Вот. Да, я все время забываю. Но мне просто мне ужасно, мне тошно от того, что это происходит. Я больше половины своего времени провожу в Соединенных Штатах. Я абсолютно, я интернациональный человек, и то, что это нас так или иначе затронуло, меня просто, меня это реально просто бесит. Так я отвечу. Как, кстати, к музыкантам из России относятся в Соединенных Штатах? Потому что есть примеры. Недавно Алексей Белов, лидер группы Парк Горького, выступал в нашем эфире. Он как раз рассказывал о том, как они в 87-м покоряли США. Вот сегодня отношение к музыкантам из России, какое оно? Потому что в одном из интервью вы говорили о том, что рок-н-ролл и бараты, да? То есть, если так вас примерно охарактеризовал один из продюсеров. Есть эти стереотипы? Я просто не слышал, я говорил, что рок-н-ролл что? И барат. Барат, вот этот как раз персонаж комический. Один из продюсеров вам так сказал, ну, во всяком случае, так было написано в одном из интервью. это был один придурок, с которым я работал, да, вот, он много чего говорил, причем к барат и я отношусь прекрасно. Вот. Вы знаете, я вам не скажу за всю Одессу, потому что все-таки Нью-Йорк это не Америка, вот, это огромный такой Вавилон и здесь совершенно всем все равно, откуда ты. Здесь наплевать на то, как ты говоришь по-английски, наплевать на то, какой акцент, ты либо яркий, либо не яркий. Поэтому здесь тот факт, что ты являешься артистом из России, он ничего для себя не значит. Из себя не представляет сам факт. Я говорю, ни в хорошем, ни в плохом смысле слова. Ты можешь быть артистом из Грузии, из Гондураса, из Латвии, из откуда угодно. Ну вот сейчас стало модным у артистов политизировать тексты своих песен. Как вы к этому относитесь? Должны ли артисты таким образом, возможно, высказывать свою политическую позицию или творчество и политику ее нельзя смешивать? Вы знаете, сложно сказать. Скажем, минимально политизированный и можно назвать наш последний, я имею в виду на настоящий момент сингл «Самурай». Но если вы меня спросите за кого и против кого, условно, совсем по-детски, опять же, я вам не отвечу на этот вопрос. Этот сингл просто про… в смысле, эта песня, суть, она, она, сама песня про одиночку, который живет сам по себе и который пытается выживать, ну, как бы вот, будучи самим собой. в данном случае тоже я считаю, что это определенная политизация, потому что, ну, по крайней мере, социализация. Вот. Но дальше я идти в это дело не хочу, потому что это очень… Вы знаете, это не то… это даже не тонкий лед. Я сейчас пытаюсь понять, как вам ответить. Это просто… И это, к сожалению, вопрос, это вопрос бесконечный. Человечеству всегда будет, его будут черти, черти дергать за нитки и крутить. И всегда будут между собой люди спорить, ссориться, что-то делить. Мне, например, с одной стороны, странно, что делает и как думает российское большинство. С другой стороны, это мои корни, моя земля. И если я вырву себя с корнем, то я потеряю связь с реальностью. Поэтому тут нужно научиться и уважать, уметь тех, кто думает не так, но при этом все равно оставаться частью среды. Извините, может, я не совсем ответил на вопрос в той форме, в которую вы задавали, но как бы это для меня очень больный момент. Я с этими мыслями скитаюсь по миру, понимаете? Ну вот, в одном из интервью вы сказали, я побаиваю слово патриот, потому что в современном контексте оно изменило свой первоначальный смысл. Опять же, цитирую вас. Ну, разумеется, да. Но какой смысл это слово носит сейчас в вашем понимании? Я надеюсь на то, что все-таки в умах и сердцах большинства слово патриот носит изначальный, исконный, тот смысл, который, наверное, в словаре можно найти. Патриот – это человек, который готов ради своей родины, это моя интерпретация, но тем не менее, пожертвовать чем-то, пожертвовать чем-то своим. Я сейчас не говорю обязательно, что здоровью и жизни, но принести что-то в жертву во имя своей родины. И в данном случае, если большинство моих сограждан воспринимает и трактует слово патриот так, то я рад, счастлив и согласен. Но если в слово патриот вкладывается просто такая вот площадная уличная браня и наслаждение от того, что вместе с большинством можно фигачить меньшинство, то это просто не является патриотизмом. Вот и все. У этого слова другое определение. Ну вот сегодня достаточно так наблюдается тенденция, что и снимаются фильмы, и вообще пишутся книги о рок-культуре Советского Союза. Это Цоя, Науменко и так далее. Но в то же время наблюдаются такие интересные парадоксы, что люди, которые сейчас, например, любили Цоя, могут как-то негативно относиться к Кириллу Серебренникову, который снимает фильм про Цоя, и соответственно те идеи, которые вроде как бы закладывали рок-музыканты в 80-х, они сейчас ну вот так трансформируются. Как вы считаете, действительно эта проблема есть, что те, кто слушал рок-музыку в 80-х, сегодня вот совершенно по-другому относятся к жизни, к политике и так далее? Да, наверное. Не могу сказать, что я об этом задумывался много вот в том виде, в котором вы задали вопрос, но в очень близком виде, наверное, да. Возьмите, для примера, самую близкую, я имею в виду, в контексте данной беседы для нас с вами группу. Эта группа ногу свело. То, за что группу полюбили, это песни «Хараму Бору», потому что почти все население считало, что это какая-то иностранная группа, поющая на английском языке. Посмотрите сейчас на комментарии к песне «Многу свело» на английском языке. Ну вот, вы сказали однажды, что Россия это могила рок-музыки. Это действительно ваши слова или, может быть, вас как-то неверно интерпретировали? Блин, ребята, вы очень хорошо знаете цитаты, а я их свои цитаты не помню. Вы могли такое сказать? Я больше всего не люблю, когда люди говорят «О, я этого не говорил. Давайте будем исходить из того, что я это говорил. Я, разумеется, не помню, когда и что я говорил, но, в принципе, как бы это возможно. Ну, потому что, реально, ну, что это за рок-музыка? Ну, это какой-то стон из гармошки. Ну, чуваки, ну, давайте отдавать себе отчет. Потому что это не имеет... Это что? Это имеет к музыке весьма формальное отношение. То есть, это музыка, потому что это некие отрыжки, сделанные с гитарой в руках и, в общем-то, ну, как бы так... И попытки облачить их в жанр песни. Я не говорю про все так. Вы не подумайте, что я огульно охаиваю все, питаясь. Ну, это... Я, кстати, именно поэтому и говорил вам, что в последнее время... Я вот в Москве недавно мы принимали участие в очень больших мероприятиях, нашествие, наше радио, фестиваль ВКонтакте. Я, давая интервью, говорил, что вот в последнее время все немножко изменилось. Помните, я сегодня об этом говорил буквально там 10-15 минут назад. Вот, может быть, не песни появились, но звучание. Какое-то все стало, ну, такое вот, не угрюм река. Вот что-то появилось новое в саунде. Еще один вопрос из интернета. Алексей его задает. Были ли у вас, коренного москвича, связи с ленинградским рок-клубом? И как вы относитесь к этому учреждению, такому культовому? Вы знаете, сложно сказать, ну, нет, таких прямых связей не было, но дело все в том, что тогда, когда мы были при рок-лаборатории, конец 80-х, начало 90-х, но рок-лаборатория, несмотря на то, что многие говорили, что московский и питерский рок там друг друга не любят, соперничают, ну, естественно, все соперничают, весь мир это состязание, все наше бытие. Ну, как бы рок-лаборатория дружила с питерским рок-клубом, ну, какой-то, ну, ментальный обмен происходил, но так, чтобы мы были каким-то образом вот связаны, там, были его частью, мне сложно сказать. Мы стали давать концерты по стране, когда уже московская рок-лаборатория, ну, практически расформирована была, вот, и могу вам сказать, что когда мы стали гастролировать в Питере первые наши концерты, давать, то я очень боялся, потому что я был такой, в плену предрассудка, о, питерцы, москвичей не любят, ничего такого не было, вот, у нас Питер сразу принял и принимает до сих пор прекрасно, и я его обожаю, и только что оттуда, ну, пару недель как. Еще один вопрос от Алексея из интернета, известный басист Антон Довыдян сказал, что в России денег нет и уехал в Шанхай, играл ли Макс в Китае, что он думает о заработках за границей? Нет, в Китае я не играл, в России денег, может быть, не так много для рок-музыканта, как на Западе, но это если по старинке, вот, ну, во-первых, как может человек, который пишет основное на русском и зарабатывать вне России, вот, наверное, тот музыкант, который нанялся на работу как музыкант, может уехать и в Шанхай, и куда угодно, но тот музыкант, который продает свое имя, мы просто прекрасно знаем, какие имена были проданы за пределами России, по большому счету, парк Горького и тату, вот, ну, собственно, сейчас есть, конечно, большое количество артистов, например, безумно популярное здесь, в Нью-Йорк-Сирии, Регина Спектра, но это выходец из России, это, в общем-то, абсолютно уже человек мира, вот, поэтому, я бы так ответил. Еще один вопрос из интернета, Антон его задает, вы были участником последнего героя, помните ли вы это шоу и какие остались впечатления? О, ну, это такой емкий вопрос и ответ, да, помню. Мы сейчас делаем наш проект 30 на 30, это наш интернет-проект, где мы в 30 эпизодах рассказываем о 30 годах нашего существования. Еще одно из названий проекта 30 лет за 30 недель. Вот сейчас мы как раз подошли к 2003-му, 2004-му, ну, мы записываем их, снимаем за 2-3 недели вперед. Вот, соответственно, в районе 2000-го сейчас там мы, или 2001-го у нас происходят релизы на нашем YouTube-канале, вот, ну, пишем мы, в данном случае, на 2 недели вперед. Как раз сейчас подошли к герою, ну, там куча воспоминаний, но даже там, когда я говорю в нашем эпизоде какие-то мы воспоминания, какие-то всплывают, я пытаюсь говорить об этом, ну, с какой-то другой стороны. Я имею в виду не просто, а вот мы на острове то-то, 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 вот. Тем не менее, воспоминания остались очень яркие, вы знаете, что как музыкант и профессионал, я попытался остаться музыкантом и профессионалом, потому что я веду речь сейчас о песне «Я не последний герой», вот, ну, извините, если кратко, то так, если длинно, то часа на три. Ну, там интересный был момент, что в одном из интервью вы говорили о том, что вы вовремя пришли в этот проект и вовремя оттуда ушли, то есть для вас было важно не задержаться. Когда я ушел, то и в пятом, и в четвертом сезонах, это те сезоны, в которых я принимал участие, я ушел за день до окончания, вот, я вылетел на состязание, конечно, потому что я, меня никто ни разу не выгонял на совете, я сам уходил, потому что, ну, не я хотел уйти, а потому что я проигрывал, я не хотел уйти, но я проигрывал состязание и уходил. И в четвертом и пятом проектах я появился во всех 12 сериях, то есть я сделал поблизости, ногу свело по максимуму, разумеется, я сделал, ушел тогда, когда нужно. 672 12 93 9 и 672 13 93 9 звоните нам. Сегодня у нас на удаленной связи по скайпу из Нью-Йорка музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский. Вот сейчас вы также занимаетесь своей сольной карьерой, сольным проектом. Как продвигается? Спасибо большое. Чуть-чуть эта информация устарела. Суть в том, что все мои скитания по миру, ну, в общем, музыкальном смысле они свелись к скитаниям по Великобритании и США. Великобритания это Лондон, а США это Лос-Анджелес, немножко Атлэра, по-русски Атланта и Нью-Йорк-Сири, конечно. Вот. Я много сделал в сольном режиме, но так или иначе какое-то время назад, там, годок назад, я четко принял решение, что бренд у нас один, это ногу свело, у нас все выходит под ногу свело, потому что просто не стоит распыляться. Артистическими именами в частности. Но самый яркий сольный сингл это Шоппинг. Абсолютно верно. Ну, еще один вопрос, уже у нас скоро закончится эфир, к сожалению, время подходит к концу, и вопрос вот, Андрей, вопрос такой, когда можно ждать вас в Риге? И можно ли вас ждать в Риге, добавлю от себя? Спасибо за вопрос, в Риге ждать можно и нужно, вот, а насколько я знаю, никакой конкретики в нашем расписании пока по Риге нет, но, простите, единственное, что я должен сказать, это зависит, наверное, от ваших лоукал промоутеров, потому что, когда прозвучит внятное приглашение, с нашей стороны с огромным удовольствием будет внятный разговор, вот, и мы готовы это обсуждать с большой радостью. Ну что, спасибо вам большое, у нас на прямой связи из Нью-Йорка был лидер группы Ногу свело Максим Покровский, спасибо большое, что нашли время и согласились на интервью с нами. Ребята, спасибо огромное, хорошего вам вечера. Субтитры сделал DimaTorzok